Мой номер будет на тему связанной со спиртными напитками и называется он очень просто Пробуждение после вчерашнего Не, знаешь, как праздник нормально, а как утром встаешь каждый раз сюрпризы Ну вот, ну не поверите, ну каждый раз сюрприз Вот после позавчерашнего вчера просыпаюсь утром, раз, перед глазами Гали Матья Мать Гали, теща И такая вся, знаешь, расплывчатая, и такая вся волнительная Я говорю, мама, что это вы с утра вот этот брэк-данс тут перед глазами делаете Она говорит, не надо на меня через аквариум пялиться И сразу, знаешь, я еще не проснувший Говорит, ты на работу устроился? Я говорю, между прочим, мама, не надо так с утра Я уже работаю Второй день Она, откуда тебя могли взять с такими трясущимися руками? Я говорю, шашлычную мясо перчить Полдня поработал, все эти нервы сдали, перчилка в мясо упала Больше работы не нашлось, понимаешь? Она опять, ты когда устроишь? А я, знаешь, я ее все равно люблю Я вот даже на охоту иду, там на рыбалку с мужиками Я всегда с собой беру ее фотографию Обязательно Обязательно Там на охоте ховат, комары, слякоть Я смотрю на нее и думаю, господи, хорошо-то как? Ну, очень тяжелое утро Я не проснувший, а она опять второй раз Ты на работу когда? Когда устроишься? Я говорю, мама, а то вы не знаете, что я работаю уже и давно Мы, между прочим, с ребятами организовали акционерное общество Очень скорая медицинская помощь Для иностранцев Ну, простая скорая помощь, она 0.3, наша 0.5, 0.7, 0.75, 1.0 В зависимости от состояния, в какое попадают наши иностранные гости Тут же многие иностранцы, приедя в Россию, они вообще ориентир потеревывают вообще здесь Где север, никто не знает, просто попадают в такие тупиковые ситуации Он один приехал иностранец, контракт с нами подписан Не с нами, но с умными людьми Ну, еле-еле с ним подписали один контракт И он говорит, хочу на русскую природу Но наши повезли его к одной бабушке в деревню И он, знаешь, без психологической обработки, без подготовки, знаешь, сразу вот так резко зашел в наш наружный туалет Забыл, зачем зашел Глаза разъела, мыслей нет Наши, пользуясь этим, еще три контракта с ним быстро подписали Ребята не дадут соврать, мы же таких случаев у нас сколько ни попадя где Ребята, профессионалы, что ты, это моя совесть, это моя команда, понимаешь? Ребята, я вас сейчас просто так вспомнил, я не вызывал Пока занимайтесь, пока клиентов нет, тренируйтесь пока На исходную, давай, давай, туда, туда, туда В зеленом это танцор Танцор, о, что, но очень серьезные все Из четверых А недавно к нам приезжал француз Мишель де Шизофрени Шизофрени это уже диагноз, естественно Он открыл здесь небольшой винный заводик И знаешь, что, и взял без подготовки и брякнул, значит, нашим местным Говорит, у меня будет презентация, приходите, ребята, угощаю Пейте мое вино, пока не устанете Через месяц он устал смотреть Так наши люди пьют его вино, не отходя от краников, не трезвее и не прекращая презентацию И даже психиатрической клиники ему точно не смогли перевести на французский значение Наше русское слово халява Мы посидели с ребятами, с этим французом Допили остатки вина с его французского завода И он все понял, как я раньше не мог понять Что два ящика узбекской лычи и 10 литров технического спирта На выходе дают три ящика прекрасного французского бургундского вина Причем урожая 62-го года Ребята не дадут соврать профессионалы, что ты Опытные люди Ребята, не теряйте форму, могут быть клиенты Идите пока позанимайтесь, там еще есть чем тренироваться Последнее это танцор Танцор диска Два диска из позвоночника вылетело И он по-другому не может теперь брэк-данс, понимаешь? Или приезжал этот канадец Джон Хоупер Пухер Привел сюда 10 сельскохозяйственных комбайнов Все таки никелированные Такие все хромированные И наклейки все Харли Дэвидсон Прям И сразу сдал эти все комбайны в аренду нашим Цыганам На следующий день Ну естественно Ни цыган, ни комбайнов И мы ему еле объяснили Что в таких случаях табор сразу уходит в небо Ребята, не дадут соврать Мы с ним неделю мучились с этим канадцем вообще Чем только его не отпаивали Ребята Все восьмеро уйдите, не нервируйте меня Я с людьми здесь на серьезные темы говорю Ой, последнее это танцор Диска Видишь, видимо, он уже диски вообще не держит Попом с ним на работу выходит общаться Че вы говорили? А, приезжал к нам этот Японский Японец Харакири не руками Узнать секреты нашего автопрома Понял? Они все там в Японии Не могут понять Почему, когда у нас У Волги Дверь захлапываешь Капот одновременно открывается Мы с ним посидели Выпили И он все понял Я раньше не мог понять А сейчас я понимаю Что у вас люди Которые строят дороги И которые выпускают запчасти К автомобилям Они в доле Я ему говорю Ну, купи какую-нибудь нашу Отечественную машину Подари японцам Чтобы не с пустыми руками Он говорит Какую? Я говорю Ну, возьми АКУ И легче вести Карменный вариант Он говорит Я про АКУ плохую пословицу слышал Я говорю Какую? Он говорит Малклоп да вонючий Я говорю Это ты зря Сейчас новая модель АКИ Называется Окаянная Офигительные тормоза Он говорит Что это значит? Я говорю На первом же повороте Офигеете Подушка безопасности Он говорит В АК? Я говорю Да Откуда вылетает? Я говорю Каждый раз из разных мест Так что, ребята Если в зале иностранцы есть Зарубите себе на носу Умом Россию не понять Это не я сказал Умные люди сказали Которые через это прошли